Уважаемые коллеги, объективно на сегодняшний день существует большое количество возможностей получения информации о ИДЖФР-мутации. Это и биопсийный материал, и цитологический, и материал пункта лимфоузлов, биологических жидкостей организма. Но необходимо отметить, что в первую очередь мы сталкиваемся с архивными тканями патологоанатомических лабораторий, которые используются для оценки ИДЖФР-статуса. Дело в том, что это достаточно трудоемкий процесс использования архивных тканей, так как он сопряжен с большим количеством нюансов. В том числе необходимо учитывать и время тепловой ишемии, которое в норме должно составлять 30 минут, но на практике составляет 4 и более часов. Это то время после перевязки артерий, когда удаленный орган находится в организме при температуре 37 градусов. Это и фиксация тканей формалином, которая в норме должна составлять 10 к 1, но на практике время экспозиции должно быть не менее 6-8 часов, лучше сутки или двое. В норме этот показатель может быть вариативным. В том числе проводка тканей в спиртах восходящей плотности может сопровождаться разрушением нуклеиновых кислот, если удаление воды из ткани произведено недостаточно. И все эти события так или иначе могут повлиять на сохранность нуклеиновых кислот. Основная цель при аналитическом этапе молекулярных исследований с использованием архивных тканей – это донести в неизменном виде нуклеиновые кислоты от пациента до генетика. Существует ряд ограничений. Материал, полученный пунктатами метастазов рака легкого в кости, не подходит для молекулярного исследования, поскольку обязательным этапом обработки материала является декальцинация в кислотах, которые являются агрессивными по отношению к нуклеиновым кислотам. В то же время цитологический материал, который будет получен в ходе этих биопсий вследствие промывания иглы или иным способом, можно будет использовать для оценки GFR-статуса, поскольку процедура декальцинации для цитологического препарата не предусмотрена. В некотором смысле это является определенным преимуществом цитологического метода в данной конкретной ситуации. Если мы обратимся к условной клинически ориентированной классификации гистологических типов рака легкого, мы должны обратить внимание на две большие гетерогенные группы. Это группа мелкоклеточного и немелкоклеточного рака легкого. Она условно клинически ориентирована, и группа немелкоклеточного рака легкого включает в себя несколько гистологических подтипов, в частности плоскоклеточный рак, крупноклеточный и аденокарцинома легкого, так как большинство мутаций гении GFR выявлены в первую очередь в опухолях с перечисленными гистологическими подтипами. При этом обратите внимание на график, взятый из классификации опухолей легкого 2015 года, в которой приведены тренды постановки различных гистологических диагнозов с конца 70-х по 2010 год, данные взяты из семи раковых регистров Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, диагноз немелкоклеточный рак легкого стал появляться в патоморфологических заключениях всего-то с конца 90-х годов. До этого они пользовались диагнозами карцинома неуточненная, злокачественная опухоль без уточнений. То есть, по большому счёту, тщательное изучение и морфологическая диагностика гистологических подтипов в биопсийном материале напрямую сопряжена с внедрением иммуногистохимического метода исследования в практическую морфологию. Именно с этим связано. За эти 10 лет резко снизилось количество крупноклеточных карцином и выросло количество плоскоклеточных и аденокарцином. И это может, в частности, объяснять низкую выявляемость мутации GFR в низкодифференцированных карциномах, которые присылают на молекулярный анализ из регионов, поскольку уровень морфологической диагностики не всегда достаточен до должного уровня. Будьте добры, следующий слайд. Согласно рекомендациям, руководство Американского общества клинической онкологии по молекулярной системе, тестированию больных раком легкого для выбора ингибиторов и GFR и ЛК. В первую очередь, тест выполняют пациентам с аденокарциномой легкого или смешанной опухолью, один из компонентов которой является аденокарцинома. Это является одним из обязательных условий для направления архивных тканей пациента для оценки GFR статуса. Другой тезис. Необходимо проводить тест материал малого объема биоптата, если аденокарцинома не может быть полностью исключена. На слайде слева и справа представлена микроскопическая картина двух биоптатов ткани легкого, которые были взяты у двух пациентов. Микроскопически на слайде слева и на слайде справа картина одна и та же. Это фрагменты слизистой оболочки бронха с фокусами низкодифференцированной карциномы. Однако иммунофенотипирование продемонстрировало тот факт, что в одном случае на слайде слева имеет место низкодифференцированная аденокарцинома, поскольку выявлена экспрессия ТТФ1, а во втором случае выявлен низкодифференцированный плоскоклеточный рак. И в одном случае материал необходимо посылать на оценку статуса IGFR, а во втором нет. Материал из первичной опухоли и метастаза одинаково пригоден для исследования. В качестве иллюстрации получен мужчина 36 лет, обратился в ней онкологии с клиническим диагнозом опухоль мягких тканей бедра. Ему была выполнена биопсия. При микроскопическом исследовании в фрагментах фиброзно-мышечной ткани с фокусами аденокарциномы было проведено иммуногистохимическое исследование, была выявлена положительная экспрессия с ТТФ1, подтверждена аденокарцинома, метастаз аденокарциномы легкого в мягкие ткани легкого, был оценен статус IGFR, и пациент на амбулаторном этапе имел все сведения относительно молекулярного статуса новообразования легкого. И после этого он поступил для лечения неонкологии. IGFR-тест необходимо выполнять в образцах с содержанием опухолевых клеток более 50%. В то же время чувствительность метода позволяет выявить мутацию в образцах с 10% опухолевых клеток. В работе 2006 года был произведен анализ статуса IGFR в образцах с малым содержанием опухолевых клеток. И сравнивались возможности двух различных генетических методов оценки, один с обогащением, а второй без обогащения, и промежуточных продуктов. И дело в том, что выявлено различие в ряде случаев, если не производилось обогащение, мутация не была выявлена. Это подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода в том смысле, что морфолог обязан указывать количество опухолевых клеток в том продукте, в тех элементах опухоли, которые он в ходе мануальной микродиссекции посылает на молекулярный анализ, так как это может быть критичным для оценки статуса IGFR. Оптимальным набором для IGFR-тестирования архивных тканей является необходимо послать один парафиновый блок с тканью опухоли и один микропрепарат, окрашенный гемотоксилином и иозином. В случае, если существует определенная вероятность, что блоки не вернутся, можно направить на исследование 5-10 неокрашенных срезов ткани опухоли на непокрытых, незаряженных стеклах 3-5 микрометров толщиной. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке одинаковы для всех образцов. Это должен быть пластиковый пакет, контейнер, картонная коробка. Маркировка стекол, блоков и коробки должна быть идентичной. И не должно быть случаев, когда маркировка стекла одна, блока другого, и невозможно понять, является ли это материалом, полученного от одного пациента. В случае, если планируется длительная транспортировка, стекла микропрепараты оборачивают плотной бумагой для избежания боя. Транспортировка без особенности не перегрывать выше 50 градусов, что хранить при комнатной температуре. Обратите внимание, какое количество условий необходимо соблюсти для того, чтобы произвести молекулярно-генетический анализ, вернее, не сам анализ, а преаналитический этап, для того, чтобы результат был достоверным. Другое дело, использование материала, полученного цитологически. В частности, нет ничего проще получить мазки отпечатки удаленной опухоли. И в публикации 2011 года была продемонстрирована таковая возможность. И сравнены результаты с референсными значениями, полученными из образцов архивных тканей. А вторая часть исследования включала в себя иммуногистохимические оценки и GFR статуса коммерческими антителами. И была выявлена ключевая проблема, которая не позволяет использовать иммуногистохимический метод для оценки GFR статуса, поскольку неясно в конечном счете, в практическом выражении, сколько опухолевых клеток должно быть окрашено для того, чтобы реакцию считать положительной. И в ходе исследования было выявлено большое количество ложнонегативных результатов. Другое дело, материал, иной возможностью получения материала для оценки GFR статуса является материал, полученный в ходе трансторакальной тонкоигольной аспирационной биопсии. И в соответствующей публикации 2009 года была показана возможность использования такого материала. Авторы считают, что это точный, быстрый, простой, дешевый, надежный способ определения основных GFR мутаций. Этот метод часто используется у неоперабельных больных. С одной стороны, да, эта манипуляция выполняется в рамках ОМС нашего учреждения, но данный метод в некотором смысле является высокотехнологичным, поскольку он включает в себя, должен быть задействован специалист по лучевой диагностике, хирург, который обладает должными навыками, поскольку это непростая ситуация. Я не знаю, как Евгений Владимирович, у нас в патологоантомическом отделении извлечь любой металлический предмет из грудной клетки может только санитар, вот, небрежной рукой. Иным способом получения материала является браж-биопсия. И в соответствующей публикации 2011 года показана возможность эффективного определения мутации GFR в цитологических образцах. При этом авторы отмечают, что необходимо соблюсти следующее требование. В образце, в случае, если опухоль у клеток меньше, чем 25%, необходимо уведомить генетика для того, чтобы было проведено обогащение промежуточного продукта. В публикации 2006 года представлены микрофотографии цитологических слайдов и продемонстрированы этапы мануальной микродиссекции. Если на рисунке слева выделена зона, содержащая опухолевые клетки, на среднем слайде продемонстрированы эти клетки крупно, а на слайде справа продемонстрирована зона микропрепарата после того, как проведена микродиссекция. И проведен сравнительный анализ с результатами тестирования архивных тканей. Показана почти полная идентичность оценки статуса. Там порядка 95% при сравнении с референсными значениями. Иной возможностью получения материала является изучение материала тонкоугольной аспирации метастатических лимфатических узлов. И в публикации 2011 года была изучена возможность, и авторы считают, что цитологический аспират метастатических лимфоузлов также может быть использован для определения статуса ИГФР. Это то, что касается получения опухолевых клеток. различными эндоскопическими методами. Если говорить о бесклеточном плевральном выпаде, то в этом выпаде содержится ДНК опухолевых клеток при отсутствии клеточных структур, и он может быть использован для определения ИГФР. И возможность этого использования была показана в публикациях еще 2006 года. Да, чувствительность там несколько ниже, но если речь идет о терминальном пациенте или пациенте с 4 стадии, почему не воспользоваться данной возможностью, если других способов объективных взять материал в ходе биопсии или иным способом нет. Это тоже можно использовать. Иной возможностью получения материала для исследований является цитологический материал, полученный при процедуре бронхиололиолярного лаважа. И в публикации 2008 года также показана возможность использования данного материала. При этом авторы отмечают, что для проведения теста в цитологическом препарате в конечном счете должно быть не менее 30 опухолевых клеток. Этого более чем достаточно для проведения теста. Данная манипуляция проста в исполнении и может быть проведена почти у всех пациентов. Существуют публикации, которые оценивали возможность использования мокроты пациента рака легкого для определения статуса IGFR. В публикации 2007 года была произведена оценка. Авторы считают, что опухолевые клетки, находящиеся в мокроте, могут быть использованы для определения основных мутаций. И они считают, по их мнению, для того, чтобы произвести этот тест, необходимо более 1% опухолевых клеток во всем препарате. То есть основная ответственность в данной ситуации ложится не на специалиста, который выполняет манипуляцию по заборе в мокроте, а на цитолога. В первую очередь он определит, достаточен этот материал для проведения исследования или нет. Экзотическим способом является способ оценки статуса IGFR в слюне. В публикации 2014 года изучена возможность, однако, особым методом измерения, индуцированным электрическим полем, на слайде приведена принципиальная схема данного метода, однако измерение возможности наличия основных мутаций IGFR производится индуцированным электрическим полем. Дизайн исследования включал в себя сопоставление оценки электрохимических показателей слюны с электрохимическими показателями плазмы крови, содержащей ДНК свободно циркулирующих опухолевых клеток. Были получены схожие результаты, и авторы считают, что вроде можно использовать, единственный нюанс этого исследования – они не могут объяснить, как ДНК опухолевой клетки попадают в слюну, а так всего ничего, видимо. Так они тоже считают, несмотря на то, что чувствительность порядка 50%, можно использовать для определения статуса. Мы говорили о материале и характеристиках материала. Если мы говорим о цитологических методах, которыми пользуется цитолог, существует ряд сравнительно новых, уже не новых, вошедших в рутину, методов, в частности, жидкостной цитологии. Это особый метод обработки материала, когда производится с соответствующим образом центрифугирование, и все клетки центрифугата располагаются на стекле в один ряд, что значительно облегчает диагностику. И в соответствующей публикации 2012 года была продемонстрирована возможность использования материала, полученного при процедуре жидкостной цитологии, в оценке статуса и GFR, были получены хорошие результаты, позволяющие использовать данный материал. Другим методом, который вошел в цитологию, является создание так называемых цитологических клеточных блоков. Когда клетки полученные центрифугируются, затем размещаются в гель, затем происходит процедура аналогичной обработки архивных тканей, на выходе получается парафиновый блок с заключенными клетками, и этот материал тоже может быть использован для оценки статуса и GFR. По мнению авторов, они считают, что им достаточно на самом деле не 25%, а 40 клеток для проведения этого теста. Это уже более чем достаточно. Таким образом, хочется отметить тот факт, что методов существует много, они легко доступны и дешевы, но по факту они не используются клиническим сообществом. По ряду субъективных и объективных причин, с одной стороны это инертность таракальных онкологов, а с другой стороны это инертность цитологов. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы появились? Да, пожалуйста, профессор Волс. Скажите, пожалуйста, с каким материалом работает Ваша лаборатория? И второй вопрос. Когда Вы считаете целесообразно направлять материал в формах неоданного карцинома, другие формы, не мелкоклеточного рака? Когда целесообразно направлять на исследование? Спасибо. Спасибо за вопрос. В основном мы работаем с архивными тканями, это материал биопсийный и операционный, это материал цитологические микропрепараты, с которых также выполняется мануальная микродиссекция. В основном. С кровью мы работаем значительно реже, это единичные случаи. Слюна мокрота также не поступала, но по независимым от нас причинам. Если говорить о возможности оценки статуса ИДЖФР в гистологических подтипах немелкоклеточного рака легкого, отличных от аденокарциномы, необходимо во всех случаях, потому что так или иначе мутации встречаются несколько реже, но они там есть. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. У меня практический вопрос. При невозможности гистологической верификации, какой объем плеврального выпада, то есть 5 мл, 10-20 мл, несколько литров необходим для определения ИДЖФР-мутации? Никита Евгеньевич, спасибо за вопрос. Дело в том, что я не знаю, но у нас в зале есть цитологи, которые точно знают этот объем. Сколько при опухолевых плевритах такой объем? Я понял. Какой есть объем, такой мы будем исследовать. Да не максимально, а минимально возможный он может дать результат. Поскольку как раз используется цитоцентрифуга, материал, так сказать, концентрируется, и поэтому результат может быть хороший. У меня вопрос, Александр Олегович, влияет ли методика окраски цитологических препаратов на, так сказать, результат генетического исследования? Это один вопрос. И второй, когда представляю результат исследования мокроты, то, что опухолевых клеток должно быть не менее 1%, не очень понятно, 1% от каких? От эпителиальных клеток или же от всех клеток, которые присутствуют в мокроте? Там и макрофагов много, и других клеток, поэтому вот такой вот вопрос. Спасибо за вопрос. По первому вопросу я хотел бы отметить то, что окраска и способ фиксации не влияют на оценку, на конечные результаты оценки статуса ИДЖФР. И второе, это 1% от общего количества клеток. От общего количества клеток с площади которой планируется произвести мануальную или лазерную микродиссекцию. Ну, мануальную в основном. Спасибо.